здравствуйте дорогие друзья вас приветствует галина конышева благодарю всех за поддержку канала благодарю ларису александровну бы галину александрову за книги по многочисленным просьбам в комментариях после фильма чего вы не знали об архангельске книга брюйна корнелия брюйна 17 век вы попросили продолжить исследование по этой книге и что я хочу сказать я сначала хотела сделать отдельные выдержки а потом поняла что нет надо зачитать ну как бы главами возможно несколько глав но их надо сделать фильмами потому что в основе этих глав в будущем я буду на них опираться как на свидетельские показания вот этой книге для того чтобы доказывать некие моменты вот этого искажения история нестыковки в этой истории поэтому я решила что я следующий фильм сделаю просто прочту вам эту главу и буду давать свои комментарии и конечно же я жду ваши комментарии потому что вот предыдущем фильме в первой можно сказать тогда части здесь корнелиус описывает о том какая богатейшая природа что там люди вообще голода не знают что там круглый год они не знают куда даже девать свои продукты что у них там и куры и индейки так вот мне сейчас прислали комментарии о том что никаких индейок в архангельске нет потому что климат не позволяет их разводить потому что это очень дорого содержать их лучшем случае куры индейки нет я понимаю что индейки это больше южной части даже вот моя бабушка в узбекистане когда жили под самаркандом под шахридиапсом даже в городе китаб такой город так вот у нее были индюшки но уже вот горьковской области когда жили никаких индюшат ни у кого не было это горький это нижний новгород дает средние полоса россии а что говорить о севере об архангельске а здесь он описывает изобилие продуктов значит все таки еще на тот момент снег то там быть то был он про снег пишет но ведь по всей видимости климат был мягче еще на этот момент не настолько он был прям вот тяжелый жесткий северный климат хотя в общем то он тоже про погоду пишет в этом фильме что и дожди есть и снега есть и вот сейчас во второй главе мы как раз это и обсудим в прошлом фильме мы остановились вот здесь в таком удовольствии проводил я мое пребывание в этом городе и вот следующая глава здесь она уже четвертая отъезд из архангельска способ путешествовать в россии зимою вот как раз то что нам надо это главная северная дорога описание вологды и монастыря троицы приезд москву я выехал из архангельска 21 декабря в три часа по полночи то есть по это зима да вот это самая-самая зима господином авраамом кинзиусом которого сопровождали два солдата и который снабжен был под воду то есть приказанием чтобы ему давались лошади бесплатно но им щеки все-таки не примкнули и при этом извлечь для себя малую толику господин кинзиус имел шесть саней которым я присоединил и свои сани разместившие пожитки своим между пожитками господина бранца для подобных поездок санями нужно запасаться в архангельске ибо им щеки доставляют одних только лошадей сани эти делаются так что один человек может удобно улечься в них нужно иметь также свою постель шубы и добрые одеяла чтобы защититься от сильного холода задок саней покрывают рогожей и все остальное обивают сукном или кожей сверху сани покрываются мехом или кожей подбитым сукном или одной кожей для защиты себя от дождя и снегу лежа на такой постели не чувствуешь ни малейшего холода таким образом мы ехали день и ночь запрягая в каждой сани по паре лошадей которых переменяют через 15 верст коих 5 полагается на один час 5 полагается на один час интересно в конце каждой версты у русских стоит знак с надписью верст в настоящее время верста содержит в себе 100 сажень каждой сажене три аршина или голландских локтя при езде из саней выходят в день один только раз для того чтобы поесть ну вот здрасте а а а в туалет сходить элементарно ну хорошо из саней выходит один раз чтобы поесть вот он лежит целый день в езде вот да ему может быть не холодно он там весь закутан одеялами мехами мехами а если что он что лежит вот он целый день лежит но он закутанный а тот который тебя везет он тогда как а что такое что такое зимняя дорога там где нет городов а каким образом они не путаются не сбиваются с пути если ты белый снег один каким образом это же легко вообще сбиться с дороги если она что была освещена у меня сразу кучи вопросов возникает потому что у меня образное мышление мне сразу начинает рисоваться картина каким образом они добирались вот что такое снег мы знаем что такое снег мы знаем что такое снежная дорога мы знаем что если метет снег то даже в городе если нет света на улицах легко сбиться с пути если вот нет ориентиров тех самых домов когда мы примерно понимаем что это город где должна быть дорога а там где нету этих ориентиров каким образом они добирались каким образом была устроена эта главная северная дорога потому что там они ездят и ездят но она же заметется снегом и потом какое количество как часто они ездили где содержались откуда они брали лошадей кто их кормил вы представляете это логистика чтобы обеспечивать эту дорогу вот сейчас у нас есть трасса м4 на юг который трасса платная трасса там есть специальные там есть заправки специальные места есть кафе есть туалеты есть магазины она освещена или там есть или подсветки какие-то есть она оборудована полностью на ней можно ездить и летом и зимой по этой трассе а каким образом была оборудована это главная северная дорога лошадьми вот мне такое ощущение что здесь за словами емщик лошадь сами скрыто что-то другое потому что не подходит логике вот это описание на лошадках вот снабдить эту дорогу от архангельска до москвы вот эту зимнюю дорогу зимой всеми лошадьми едой трактирами ночлегами нужно доставлять еду про еду с едой вообще никаких проблем нет сейчас мы опять там дальше почитаем при езде из сани выходят день один только раз для того чтобы поесть миновав множество селений мы прибыли 22 числа в три часа по полудни в город калмагоры отстоящий 50 верстах от архангельска меня интересует как добирались как едут сами емщики этот закутанный весь закрытый а как человек который управляет этим всем он то не закутан он же не в одеяле едет у него же там что зонтик над ним или как если дождь если снег вот как он едет этот человек в любую погоду при любых морозах как он едет этот ямщик зимой у меня большие вопросы город этот довольно велик и лежит на юго-запад от двины одной из величайших и знатнейших рек целой россии река это имеет источник свой в южной части вологодской области опа вологодской области у нас область появляется а были ли тогда области может быть все таки губерния вот еще один вопрос надо это прояснить возможно кто-то из вас знает потому что слишком по-современному это звучит и протекает довольно значительное пространство принимает в себя множество других рек и впадать двумя рукавами в белое море как было сказано уже прежде несколько ниже архангельска так как господин ну или ганс он кто он я не знаю кинзиус знаком был с архиепископом этого города называемым по-русски владыкой который есть духовная особо заведующая и епископией то мы пошли посетить его вот они приехали по полудни три часа и пошли посетить он весьма благосклонно принял нас и угостил коричневую водку красным французским вином и прекрасным пивом напитком обыкновенным в этой стране как замечено нами выше он предложил нам же блюда египетских фиников и другие освежающие лакомства нормально вот это в калмогорах откуда там зимой египетские финики это был освежающие причем и другие освежающие лакомства здесь не говорится о сухих финиках а свежих финиках освежающих лакомствах это был человек лет пятидесяти по имени афанасий он жил в своем подворье довольно обширном и соединенным с монастырем проведший весьма приятно часа два времени значит это пять часов дня в разговоре с ним человеком умным и любителем искусств мы пошли с ним вниз в один покой наполнены оружием между прочим здесь были две небольшие медные пушки собственные его отливки и две железные захвачены со шведских судов на реке у архангельска которых говорено было выше когда мы готовы были уже удалиться и благодарили его за хороший прием он велел проводить нас в нашу гостиницу пятерым духовным лицам из которых один нес нам пять хлебов остальные сушеную рыбу и другие съестные припасы мы выехали вновь в дальний путь в 10 часов вечера то есть они там не остались вот они немножко отдохнули поели и в ночь они поехали вот не опять это вопрос а тот который ямщик на блучке сидит который подвержен всем ветрам и и всем дождям а они как ездят я что-то не понимаю меня не рисуется никак чтобы в ночь значит дорога должна быть освещена они что ночью ездят то днем то можно заплутать если это просто снег снежные покровы а как они ночью ездят зимой большой вопрос и так в 10 вечера на свежих лошадях которых ночью вперед получили с большим трудом потому что незадолго перед нами проследовало много проезжих также как и мы снабженных подорожными которые поразобрали большую часть лошадей находившихся в городе содержать лошадей это целая история вот кстати мне встретился интересный сайт но правда здесь канад заводство в рязанской губернии совсем другой край соответственно и другие другой клемат вот такая например информация начале 18 века своей реформаторской деятельности пётр первый отдал существовать существовавшие конные заводы частные руки оставив для надобности государева двора лишь одиннадцать том числе и скопинске наличие плодородной земли лугов послужило развитие в скопине конно заводство ну хорошо вот здесь наличие плодородной земли лугов а что у нас в архангельске либо значит там все таки было наличие зеленой плодородной земли и лугов и вот это изобилие и птицы всякой рыбы всякой и говядины и свинины и всего и всего значит другой климат был все таки в архангельске нам-то говорят что ничего не изменилось вот как был север который мы его сегодня дня знаем кто жил на севере или кто живет на севере знает что такое север это скудная земля это скудность вы вырастить вырастить урожай это чрезвычайно сложно вот такой урожай который растет скажем на в южной в южной полосе россии или в среднеюжной полосе россии а тут у нас едет по дороге по большой северной дороге корнелиус меняет лошадей везде ему там беспрепятственно все на дороге оказывается там довольно сильное движение лежит он в этой капсуле завернутый обмотанной мехами и ведать не ведать что там вокруг него происходит а если вдруг что-то произойдет с ямщиком а если какая-то поломка и чего дальше и вот ты на один на этой зимней дороге ну там со своим другом с этим ямщиком вот вы вы втроем но если у вас что-то случилось и кто вам поможет и вот кругом этот холод и снег я не представляю что то здесь за этим скрыто потому что ни разу не сказал чтобы у кого-то были какие-то проблемы на этой дороге все как будто бы само собой разумеющиеся все едут благополучненько как будто так оно и надо только вот один раз там какие-то разбойники крест серебряный снял поменялся своим крестом вот и все здесь по поводу петра этого времени что есть беглецы с них не взимать подать и числишься за этими беглецами с их односельчан с 1708 года значит до 1708 года если бегали односельчане ну немоготуем было значит за них брали все подать и увеличилась подать с односельчан ну прям вот как немцы поступали фашисты если кто-то убивал из односельчан партизан убивал какой-нибудь фрица то за одного убитого фрица расстреливали 10 селян не вот здесь расписано как надо содержать лошадей сколько корма по годовому конюшенному окладу нужно собрать этот корм жеребцам августа с 1 по май вот с августа по май и того на 9 месяцев одной лошади овца 9 четвертей сена по 2 копны с полкопной мерных и по 3 пуды по 5 фунтов соломы ржаной до осматься сивозов четвертью кобылам большим и двух и трех жеребяткам октября с мая по 1 числа на 7 месяцев овса по 3 четверти сена по полторы копны без полтрети пуды нервной соломы ржаной по пяти вазов четвертью над стадными смотреть накрепко чтобы они в пастбищах всяких статей лошадей пасли бережно и в пригонный вечер пригоняли поздно а поутру выгоняли рано и на поручных лошадях которые кому дана будет в разъезд хранили бережно а для своих дел никуда не ездили конскому мастеру на конюшне у лошадей велеть быть безотлучно и от всяких болезней лошадей лечить с великим родением которые лошади залибивают от лошадиных убоев или захудеют приточными болезнями или сапом или хилы и тех от здоровых лошадей отбирать вскоре и кормить особо по статей наш и на одном водопое здоровыми их не поить и не гонять вот еще и водопой должен быть как кобылы будут бережиться и того велеть статам конскому мастеру смотреть накрепко днем и ночью со свечами чтоб жеребым кобылам и молодым жеребенкам кобылкам никакие порухи не учинилось управителям более надзирать самим с усердиями и с казеном ничем никому не сужаться и в пастбище по дружбе сторонних ничьих лошадей не пущать не велеть и жеребцов к посторонним кобылам не пущать и за стадными стражами смотреть накрепко и ежели в чем явится винном то зато по рассмотрению чинить наказание вот так все серьезно было это действительно очень серьезный бизнес который он отдал вот это все было государственное очень что-то знакомое напоминает и он отдает в частные руки то есть он такую рыночную экономику устраивает пётр первый его реформы так называемый у нас тоже были реформы гайдаровские реформы чубайсовские реформы вот здесь тоже реформы это живое существо это не машина который может постоять где-то это животное значит я еще раз говорю должна быть какая-то логистика вот нам сейчас трудно понять потому что лошади уже не осталось заводы конные последние в москве по моему конный завод уничтожили мы не знаем как как это все происходит это трудное производство разводить лошадей лошади должны быть специальные это не просто лошади да их нужно вырастить их нужно кормить их нужно поить за ними нужно ухаживать они тоже болеют их нужно содержать для них должно быть специальное помещение ну не знаю хорошо дальше читаем 23 числа была благоприятная погода и мы проехали несколько лесов изобилов ших пихтовыми деревьями двух родов елею сосной из коих одни простирали свои ветки вдоль всего ствола другие имели их только на вершине попадались тоже ольховые деревья и береза проехав 25 верст прибыли мы в деревню ступино далее 15 верст ракула еще 20 нормально вообще он говорит как будто на машине едет 20 верст устье 15 верст прилука но это сколько вот считаем верста это больше километра у нас верста это один километр 67 метров и так где мы обедали а через пять часов в николу отстоящую от прежнего на 18 верст и все это время вот лошади идут только 20 верст следующий надо менять они постоянно получается меняют на свежих лошадей еще раз даже если лошадей поменять на что им щеки может быть меняются потому что едут и едут и едут нигде не сбиваются тут 15 километров то 20 километров тут 15 километров это вот они в ночь выехали они ночью едут он что не спит что ли все записывает вот еще 18 верст оттуда 18 верст калина и от него еще 19 верст сийская последнее стоящее ведение архангельской области опять архангельской области нас выплывает оттуда 18 числа мы проехали березники вообще-то губернии должны быть они области березник в стране вашской где мы взяли свежих лошадей а что вот это все это все старые лошади ехали одни и те же лошади и где нужно было несколько раз переезжать реку вагу оттуда проехали 30 верст 30 километров прибыли в усть вагу где и подкрепили себя пищей и питьем ну не знаю не знаю не знаю здесь интересная сноска есть первый архиепископ калмогорский и варский посвященный 1682 года из крестовых патриарших иеромонахов вот мне вот это интересно крестовых патриарших иеромонахов сейчас вроде нет таких названий прелигия в церкви так продолжаем остановились мы четыре часа по полудни вот всю ночь они ехали он рассказывает там 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 после чего продолжали наш путь 24 числа приехали мы в деревню кицко 19 верст оттуда следую большой части вдоль реки еще проследовал 15 верст я не понимаю как они добирали зимой вот следует и следует и следует как будто они по рельсам следуют прибыли в аромину по полу ночи а новых 15 верст проехали золотилова 25 числа сделав 20 верст мы были в шинкурск главный город страны вашской на реке ваги оттуда двинулись мы далее и через 15 верст приехали в усть падинку деревню названную по реке падинка при устье которой она лежит тут мы поели и тронулись далее кусть почти 15 верстах деревню так сказать почти устью ибо усе по-русски наша наша нонт немецкая мант течение реки доль которой ехали мы было 20 верст до болтинской куда прибыли мы в самую полночь но он как будто на поезде едет вот такое ощущение может быть не на таком быстром но как будто бы на пользу у которого есть рельсы никто им не мешает вот они едут себе тут они остановились там они остановились дальше поехали без перерыва едут 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 и только вот-вот-вот ночью вот приехали и там у них такой перерывчик отдых 26 сделали еще 20 верст и очутились павлове а затем еще 30 верст в зазерия где поевши пустились вниз его куда и прибыли через 24 верст и оттуда через 18 верст в акомину между этими двумя деревнями мы проехали через большое селение верховажья где один раз в неделю бывает большой торг далее поехали мы в шилович иначе называется великий двор 18 верст от прежнего него мы прибыли в полночь опять в ночь ну как на 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 поезде едут на курьерском проехав еще 15 верст очутились мы 27 числа в золотой оттуда направились в ергинку в 25 верст а потом 14 верст в радщину далее 15 верст сам жена на реке сам жени а 28 приехали еще 15 верст прибыли филинская затем переехали большой лес каменев который в ширину имеет добрых 20 верст а через 25 верст и приехали в двинницу на реке того же имени где мы узнали что недавно еще трое русских купцов въехавших тоже из архангельска были ограблены 26 человеками разбойников и что один из этих грабителей снял с главного из купцов мне знакомого серебряный крест который носят обыкновенно в этой земле на груди значит они не христиане которые вот пишет корнелиус брюн он не христианин обыкновенно на этой земле на груди значит они не носят крестов хотя товарищи грабителя отговаривали его от этого потому что крест вообще весьма уважается негодяй этот сам имевший на себе крест снял его со своей шеи и надев на шею купца сказал ему но теперь мы братья с тобой поменявшись крестами здесь уже с чувством юмора все хорошо известие это встревожило было нас впрочем пораздумав хорошенько мы все-таки решили продолжать наше путешествие не дожидаясь общества купцов которые могли проезжать из архангельска и приготовили наше оружие для защиты в случае надобности итак мы проехал 25 верст прибыли 29 числа без всякого приключения в рабангу на реке сухонь оттуда в три часа по полудни переехали в волок до но вот для примера да сейчас на машине по трассе готовы из архангельска вот тоже самый березник который они проезжали сейчас показывает 7 часов 35 минут вот если доехать прямой путь вот здесь давайте посмотрим вот этот путь каким образом они ехали раз раз едет 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 вот он березник вот это главная дорога пошла шинкурском приезжает вельск приезжает верховажей приезжает и приезжает в волок до не только здесь они отдыхают это вторая у них остановка без ночевки просто отдохнуть размяться поесть от березняков на машине сейчас по трассе до волок до 4 часа 37 минут чистые езды и так вот они вологде город этот как известно составляет украшение этой страны как известно им это известно составляет украшение этой страны мы остановились о г воутер и воутс д ионг голландского купца которого я знал еще в архангельске и который принял нас весьма почетно у своих они останавливаются на другой день я пошел прогуляться по городу вот здесь они сделали ночевку и видел главную церковь называемую собором построена в том же тем же итальянским зодчим который строил подобное здание московском кремле эта церковь была о пяти башнях покрытых жестью которые русские называют главами то есть головками церкви на каждой из них выдружено по большому кресту но очень сильно сомневаюсь мы знаем по картинам что нет там никаких крестов были какие-то странные навершия и скорее всего вот эта вот часть уже дописана тем самым переводчиком в этом городе есть еще и другие каменные церкви числом 21 такое количество на волок до числу 21 скорее всего это не церкви а технические заводики снабжающие электроэнергии города как как полагают альтернативщики из которых большей части главы также покрыты жестью с позолочными крестами или не крестами или приемными антеннами что производит прекрасное впечатление когда солнце играет на этих главах и не крестах а приемных антеннах кроме того есть еще 43 деревянных церкви три мужских монастыря один женский главным украшением которого есть каменная церковь построена посреди и окруженной деревянными кельями монахинь в особом месте которые ведут небольшие ворота обозревший хорошенько это здание я пошел посмотреть лавки и торжеще наполненные всякими товарами и я заметил что разные товары продаются в особом месте отдельно то есть говядина например в одном отделении сена другом пушные товары сало и прочее в других оттуда я прошел большими воротами в другое здание недокончено еще которое начато было царем иваном васильевичем с целью сделать из него крепость и вот это здание знаете иван васильич это у нас 16 век середина 16 века а здесь у нас уже прошло 100 слишком лет и оно все незаконченное с целью сделать из него крепость но его не достроили по причине страха наведенного в то время татарами интересно какими татарами пыжиков говорит что татары это имелось ввиду литва которые заставили этого князя удалиться из москвы то есть якобы иван васильевич испугался татар удалился из москвы строить крепость но не достроил затем я пошел прогуляться вдоль реки вологды протекающей через город другая часть на западном берегу не так важна и называется но фрезен хотя это часть одного и города имеющий впрочем особого градоначальника длина города составляет добрый час ширина около четверти часа по местам более или менее немного и это есть место через который приходят все товары идущие из архангельска для отправки за пределы этой страны в настоящее время здесь находятся три или четыре склада для товаров наших голландских купцов город лежит под 59 градусов 15 минут северной широты на восточном берегу реки довольно широкой в этом так сейчас координаты вологды 59 градусов и вот я считаю что здесь уже ловушка может быть на конец 19 века а вот 59 как сейчас на конец 19 века и и сейчас это одно и то же но на конец 18 века я считаю что там была другая северная широта потому что есть такое движение где-то на 23 градуса разница это и по старым картам видно то есть под тусовали подрисовали нам может быть ее эту книжечку писали и в двадцатом веке уже потому что слово области конечно меня смущает вот это не могло быть он корнелиус не мог написать вот эту цифру это уже цифра подставная ну читаем дальше мы выехали далее отсюда 30 числа в 10 часов вечера и на другой день 6 часов утра прибыли в грязовец на машине это недалеко на автомобиле по трассе по готовой это 48 минут здесь получается он выехал в 10 часов вечера и в 6 часов утра 8 часов они ехали прибыли в грязовец делавши таким образом 40 верст но еще раз говорю а где они меняли тогда лошадей потому что лошадь идет 20 верст в день и больше она не делает а здесь у них за 8 часов 40 верст они делали где они меняли лошадей непонятно мы приказали покормить здесь наших лошадей имевших в этом большую потребность ну конечно конечно потому что не увязочка здесь по цифрам потому что им предстояло сделать еще 20 верст пути но нет лошади те одни и те же лошади этого не сделают в один и тот же день им нужно отдыхать это живой организм в этот день проезжих собралось тут санях на 50 из которых один выехал из архангельска прежде нас а другие после вот как интересно то же впрочем мы не все вместе продолжали наше путешествие было только 20 саней отправляющихся по московской дороге сделав столько же верст мы прибыли значит еще какие-то дороги были раз они по другой какой-то дороге ехали стоят дороги были сделав столько же верст мы прибыли в час по полудни значит сколько 60 верст получается в обнорской ям откуда мы послали солдаты чтобы приготовить нам свежих лошадей но ребят ну не могли ваши лошади одни и те же проехать эту дорогу которые тотчас и были заложены но продолжаем давайте что есть то есть берем этот текст и читаем дальше таким образом ехали мы 30 верст и приехали в телячье а еще через 30 верст бухорский ям а 7 верст далее в даниловский прекрасное большое местечко где ведется торговля и где находится большой конный завод на котором числе лошадей есть более двух тысяч принадлежавших царю данилов вот отсюда это данилов дата основания пишут 1592 год это еще до романовых и здесь административный центр даниловского района ярославской области железнодорожная станция северной железной дороги образует одноименное муниципальное образование городское поселение данилов как единственный населенный пункт и в его составе здесь железная дорога северная железная дорога вот вот так у нас идет и северная железная дорога вот дальше это здесь она проходит рядом с дорогой а дальше железная дорога плутает. Она отходит от трассы. Вот в Грязовце она есть. С трассой не совпадает. Волок, где она тоже есть. С трассой она расходится. Железная дорога через Харов идет. В Ажега. Вот так она идет. Она срезает. А здесь показано по вот этой дороге. Они едут. Но кто знает, вполне возможно, что там была своя железная дорога до Архангельска. Которая попала под засыпы, заносы. И сейчас новая дорога проложена. Здесь она совпадает, железная дорога, с большой древней северной дорогой. Вот на этом участке. Итак, в Данилове они остались до 4 часов по полуночи. До 4 часов утра. И прибыли через 23 версты в Акшеру. В Акшерский ям, где застал нас первый день 1702 года. Пустившись далее и проехав деревню Тверова, Творина, прибыли мы в Ярославль, один из знатнейших городов России. И последним селением протекает река Волга, которая в этом месте очень широка. Мы переехали ее у самого города и затем реку Кота Рость, протекающую также близ города с юга и впадающей на восток в Волгу. В город там нашел я весьма много каменных церквей, о которых я буду еще говорить впоследствии, так как я все их снял на возвратном моем путешествии. Все их снял. Переехавши Кота Рость, мы въехали в предместе называемое Трупино, хорошее название, где и пробыли 4 часа, чтобы поесть и переменить лошадей. Мы отправились отсюда в 10 часов и так спешно ехали, что 2 числа в 7 часов утра прибыли в деревню Никулу, сделав 55 верст, нормально, на одних и тех же лошадях. Сам же писал, что только 15 верст и лошадей надо менять. А здесь он проехал 55. В среднем считается, что 20 верст максимум. В один день лошади одни и те же могут сделать. Итак, через 6 верст были уже в Ростове, которые мы только проехали. Митрополит имеет, то есть он даже в Ростов не заезжал менять лошадей хотя бы или отдохнуть или еще как-то. Митрополит имеет свое место пребывания в этом городе наполнено множеством каменных церквей, которые служат ему большим украшением. Город стоит на правом берегу озера того же имени, который лежит на востоке от места, где мы проезжали город. Отсюда открывается много маленьких деревень. Интересно, а сейчас они есть или уже исчезли? Большая часть народонаселения питается здесь чесноком и луком. Монастырь царевича Петра, окруженный несколькими домами, не далее как получаясь отсюда. Мы пустились далее и в час пополудня приехали в Ашку, сделавши таким образом 38 верст. Мы здесь обедали, а сделавши 20 верст далее, приехали Переславль-Залезский, главный город области того же имени, Плохой, и расположенный на запад, на берегу Переславского моря или озера. Плохой почему-то. Почему он у него плохой? Было 9 часов вечера, когда мы прибыли сюда, полночь мы отправились уже далее. Сделав 30 верст 3-го числа в 6 часов утра, приехали мы в Торбеево, отсюда до Троица, нужно беспрестанно спускаться и подниматься на небольшие горы на протяжении 30 верст. Вот интересно мне по поводу озера или моря Переславля-Залезского, а было ли оно на этот момент? Вот для меня лично, как для исследователя, большой вопрос. Потому что озеро это, скорее всего, радиоактивное от воронки, потому что там находили импактиты. Так что большие-большие вопросы по образованию этого озера или моря. Итак, сюда приехали мы час пополудни и оставались 6 часов. Вот здесь они отдыхали хорошо. В это время осмотрел я монастырь того же имени Троицкий, мимо которого проехали мы, подъезжая к селению. Он окружен высокой стеной из камня. Вот все время он очень много каменных зданий описывает, из которого возбегнуто и все здание монастыря. Углы стены, которого выведены четырехугольником, украшены прекрасными круглыми башнями, а между этими угольными есть и другие башни четырехугольные. Но это, видимо, что-то очень такое красивое должно быть. Из последних башен видны две четырехугольные с лицевой стороны монастыря, которые лучше всех других, и мимо них проходит большая дорога. Монастырь этот отстоит доброй четверти часа отселения, на правой стороне идущи в Москву. Он имеет спереди три ворот, трое ворот, средние ворота, через которые я решился пройти, имеют два свода, под которыми находится небольшая старушка, занятая солдатами, которые были также и у наружных ворот. Пройдя в эти ворота, видишь посреди главную церковь, отдельно стоящую от прочих зданий. Палаты его царского величества великолепные, и царские снаружи находятся по правую сторону, и ход в них идет двумя различными лестницами. Передовая сторона этих палат чрезвычайно обширна, они имеют несколько ярусов, во внутренность их не соответствует наружной красоте. Трапезная иноков, другое большое здание, стоит против палат и видом похоже на оное. Вся она украшена маленькими колонками, и камни расписаны различными красками. Церковь, о которой мы сейчас сказали, находится между этими двумя зданиями. Есть еще здесь четыре другие значительные церкви и пять меньшего объема. Монастырь этот с виду походит на крепость, и архимандрит или настоятель его составляет в нем высшую власть. В нем обыкновенно бывает от 200 до 300 иноков, из коих двое-трое сопровождали меня повсюду с большой вежливостью, желая удовлетворить моему любопытству. Монастырь этот обладает огромными доходами, извлекаемыми из 36 тысяч крестьян. Нормально? На них пашут 36 тысяч крестьян, подвластных ему. От погребения многих знатых господ, также имеющих здесь и свои могилы или склепы, от служения обезен по умершим и от других подобных вещей. Самое селение довольно обширно в длину и наполнено с правой стороны кузницами со стойлами для ковки лошадей. Пустившись отсюда через 30 верст, достигли мы деревни Братовщины, где осмотрели наши товары и наложили на них печати, которые снимаются только в таможне в Москве. Пробывши тут нужное время, мы в 3 часа по полуночи отправились далее и целых 30 верст должны были сделать прежде, нежели достигли Москвы. Всего-то 30 верст. В Москву наконец приехали мы в 8 часов утра 4 числа и направились в немецкую Слободу, то есть в часть города, преимущественно назначенную для жительства немцев, где находится большая часть их купцов. Впрочем, некоторые из них живут в самом городе Москве и прежде всего я отправился к господину Вилему Гурцину, на которого мне указывал упомянутый высший господин Брамц. Он жил именно в этой Слободе, а также только этого вечера приехал из Архангельска в свое обыкновенное жилище. Ну, интересно, они должны были вместе ехать, получается. Он тоже только приехал из Архангельска. Вот как будто на каком-то поезде курьерском ехал, как будто у них там прям вот такая трасса была железнодорожная. На другой же день царь посетил его и в сопровождении множества придворных господ в восьми санях, из коих сани его величества, были наименее украшены. Якобы такой скромный царь. Посещение царя продолжалось целых два часа, и здесь-то в первый раз я имел хороший случай увидеть этого великого государя. Итак, троица это Сергеев посад он описывает. Ну, вот, собственно говоря, такая информация по поводу путешествия из Архангельска в Москву. Едут все исключительно ночью, едут как будто дорога такая, ну, если они сами в санях едут, а лошади, вот это снег, дорога должна быть твердая, настил должен быть такой твердый, из твердого снега. Кто его утаптывал? Едут они, курсируют постоянно, могут приехать ночью, в любое время, никаких проблем. Кто-то едет еще другой дорогой. Вообще, как само собой разумеющийся ехать в это время года, и едут, не меняют лошадей по 60 верст, хотя сам написал, что по 15 верст надо менять лошадей, останавливаются, могут остановиться только поесть, ничего не пишется ни помыться, умыться, ни другие надобности туалетные сделать, как ведут себя емщики, каким образом они это выдерживают, как выдерживают это все лошади, я не знаю. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой главы. С вами была Галина Конышева, делитесь этим видео, пускай люди тоже узнают, что есть вот такая информация о 18 веке, о времени Петра I. Всех вам благ, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok